В Казахстане продолжают сбывать временно ввезенные автомобили из третьих стран, не входящих в Евразийский экономический союз, преимущественно из Азербайджана и Грузии. На сегодня уже свыше 120 машин изъяли сотрудники Комитета госдоходов. Все эти транспортные средства числятся временно ввезенными в страну и находятся на таможенном контроле. На территорию республики авто попадают вполне легально. По словам экспертов, иностранцы возят их для личного пользования, а уже после перепродают казахстанцам, а сами сразу же покидают страну. Изъятые машины будут находиться на складах временного хранения до таможенной очистки и уплаты налогов. Да, по законодательству такие иностранцы могут заезжать на территорию Казахстана на своей автомашине. При этом они показываются в документах, что они заезжают временно. И данная автомашина будет пользоваться ими в течение одного года на территории Казахстана. То есть законодательство не запрещает в течение года пользоваться этой автомашиной на территории Казахстана. Автомобили с иностранными номерами легализуют. Те, кто пригнал себе машину, но не поставил на учет в Казахстане, смогут это сделать со скидкой. О новых правилах рассказали в МВД. Какие именно авто подлежат регистрации, как будет проходить сам процесс, попытался разобраться Алишер Накипов. Несколько месяцев назад Ержас Байдильдин купил этот автомобиль, пригнанный из России. Обошлась иномарка всего в пару миллионов тенге, но поставить ее на казахстанский учет мужчина так и не решился. В основном дешевые машины пригоняют из России, Армении, Грузии и Кыргызстана. Свою я купил в Костанайской области в приграничном с Россией городе Рудный. Выбор там хороший, да и цены намного ниже. А вот брать автомобиль с казахстанской регистрации не стал. Очень дорого. В общей сложности сэкономил полтора миллиона. Однако не только желание сэкономить движет казахстанцами, которые не хотят легализовать своего железного коня. Некоторые владельцы незарегистрированных авто незаконно перебивают номера, уклоняются от штрафов за нарушение ПДД, а также не платят налоги. Существует закон. И все, что ввозится не по закону, естественно, это ущерб урон государства. Даже единичные случаи ввоза автомобиля с нарушением закона – это уже сигнал к тому, что нужно что-то делать. А здесь это были не единичные случаи, а нелегальный ввоз. Представьте, если, допустим, тысячи автомобилей не заплатили по 3-5 миллионов – это приличная сумма. И каждый год, если подобные суммы не получают бюджет, это прямой ущерб государству и довольно-таки ощутимо. О необходимости принять решительные меры накануне заявил Касымжом Артукаев. Для повышения мотивации провести так называемую таможенную очистку президент предложил серьезно пересмотреть тарифы. Всем известна проблема с автомобилями из некоторых стран ближнего зарубежья. Они остаются вне правового поля, создавая угрозу общественной безопасности. Необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь. Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге. Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную очистку. При этом важно помнить, что эта разовая легализация на машины, везенные после 1 сентября, специальный тариф не распространяется. В МВД дополнительно разъяснили, кого еще не коснется новая норма. Предварительно можно сказать, что кроме автомобилей, везенных в Казахстан после 1 сентября, под легализацию не подпадут автомобили, находящиеся в розыске по криминальным учетам, имеющие юридические или судебные обременения, не снятые в установленном порядке с учета в стране прежней регистрации, с правосторонним расположением органов управления, а также автомобили, не прошедшие полную таможенную очистку, либо владельцы которых не имеют регистрационных и правоустанавливающих документов. Между тем, наиболее распространенная серая схема, по которой в Казахстан пригоняют нелегальные авто, это временный ВОЗ. По данным Комитета государственных доходов, начиная с 2019 года, при помощи такой лазейки прибыло почти 122 тысячи машин. По дорогам страны также колесят более 200 тысяч автомобилей с российским учетом. Эксперты, обсуждая нынешнюю акцию, сошлись во мнении, что действующие ставки по утилизации и первичной регистрации можно было бы пересмотреть. Если сейчас опустить ставки по таможенным сборам и утиль сбор до уровня примерно 2010 года, у нас цены на автомобили упадут в 2-3 раза. У нас с 2014 года количество легковых автомобилей упало с 5 миллионов до примерно 3,8 миллиона автомобилей. Средний срок сейчас уже 20 лет автомобиля в стране. То есть мы только деградируем. Если у населения будет возможность покупать дешевые иномарки, это значит, они смогут себе на хлеб зарабатывать. То есть в городе это можно таксовать, это можно какие-то бизнесы развивать. Отсюда еще несколько плюсов, говорит эксперт. Это дополнительные налоги, улучшение экологии ситуации на дорогах, а также сокращение автохлама на дорогах страны. Али Шернакипов, Диас Кувламбаев, Хабар, 24. Мировое ограничение поставок, нехватка электронных компонентов, трудности с логистикой. Несмотря на такой фон, казахстанский авторынок держится достойно. В первом полугодии 2022-го в стране выпустили почти 52 тысячи машин. За такой же период прошлого года с линии спустили 39 тысяч железных коней, сообщили в Ассоциации автобизнеса. Доля отечественного производства в реализации новых автомобилей официальными дилерами составила 62%. Вместе с тем, за пять месяцев этого года продажи новых машин пошли на спад. Это связывает с перебоями поставок и дефицитом некоторых популярных моделей, которые ранее собирались в России. Какие марки на авто предложат казахстанцам вместо некоторых популярных моделей, подробнее в деловом обзоре. На заводе Hyundai в Алматы происходит плановое замещение моделей. Вместо акценты Creta потребителям предложат марки i30 и Bayon. Они подходят по своим характеристикам и стоимости. Об этом сообщил генеральный директор центра анализа и мониторинга авторынка Артур Бискаря. Такая замена связана с приостановкой поставок комплектующих заводов в Санкт-Петербурге. Новые модели выступают в том же сегменте и имеют известность на европейском и южнокорейском рынках. В остальном модельный ряд бренда в нашей стране остается прежним. Программа льготного автокредитования в ближайшее время перейдет на револьверный режим. Это значит, что новые займы будут выдаваться за счет платежей по ранее одобренным заявкам. До этого момента в рамках транша в 100 миллиардов тенге в Казахстане реализуют до 13 тысяч машин. В среднем стоимость приобретаемого железного коня варьируется в пределах 7,5-8 миллионов тенге, отмечает Артур Бискаря. Это сегмент с наиболее высоким спросом. Правда, темпы выдачи новых займов по револьверному принципу будут немного снижены. И к другим темам. 85% судного портфеля микрофинансовых организаций в Казахстане направлено на кредитование предпринимателей. В первом полугодии его объем был равен 800 миллиардам тенге. Этот сектор дополняет финансовые рынки и ни в коем случае не конкурент банкам второго уровня. Здесь также нельзя путать его с организациями, которые выдают мелкие потребительские займы, в том числе и онлайн. Особенность МФО, о которых мы говорим, это предоставление средств на развитие и поддержку МСБ в отдаленных населенных пунктах страны. Там, где банковская инфраструктура представлена слабо. А определенная категория сельских заемщиков практически неинтересна БВУ. У них нет ликвидных залогов для доступа к традиционным банковским займам. С учетом последнего послания президента, где он обозначил проблему недофинансирования предпринимателей, микрофинансовые организации готовы расширять свои инструменты для кайтования МСБ. Дело в том, что у нас в отдаленных регионах, и, наверное, это общеизвестный факт, что многие граждане, которые, может быть, даже и не являются или не обладают статусом субъектов малого предпринимательства, но они относятся к категории самозанятых. У них предпринимательская деятельность, она носит такой фрагментарный характер, то есть она не имеет такой постоянной основы. И законодательство на сегодняшний день допускает осуществление предпринимательской деятельности без образования или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это тоже очень существенный фактор, который влияет на то, что, может быть, у банков по регуляторным требованиям они не могут кредитовать субъекта предпринимательства, если он не обладает определенным статусом, не зарегистрированным в качестве ИП. А вот микрофинансовые организации работают с такой категорией заемщиков. Не обошло стороной сектор МФО геополитика с началом конфликта между Россией и Украиной. Основные провайдеры, страхующие валютные риски, подняли тарифы за свои услуги. Как следствие, увеличилась ставка по микрокредитам. Это информация по МФО в дополнение. На этом у меня все. Таким был деловой обзор на сегодня. Премьер-министр раскритиковал госорганы за медлительность и в отмене необоснованных требований к бизнесу. На совещании по внедрению регулирования с чистого листа в предпринимательской деятельности глава Кабмина потребовал решить вопрос незамедлительно, чтобы казахстанский бизнес, цитата, «задышал более свободно». По данным министра нацэкономики, 17% из имеющихся требований не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики. Их пересмотрят или вовсе отменят, заявили на совещании. Алихан Смаилов потребовал ужесточить контроль над вновь принимаемыми требованиями. Как объехать все заторы и вовремя попасть на работу? Далее наша новая рубрика «Ситуацию на дорогах столицы» вы можете увидеть в режиме реального времени. С нехваткой битума столкнулись дорожные строители в Октябрьской области. О дефиците нефтяного продукта сообщили подрядные компании. Вопрос уже решается, заявили местные власти. Необходимый объем приобретута у Шемкентского завода. Договоренности уже достигнуты. Предприятие готово полностью покрыть потребность региона в материале. Это позволит завершить срок запланированной работы. Сейчас в области реализуют свыше 200 проектов в сфере дорожного строительства, а некоторые из них переходящие. Кроме того, в регионе рассматривают и вопрос возведения битумного хранилища, что позволит закупать его зимой во время снижения спроса. Потребность битума на оставшийся период строительного сезона по Октябрьской области составляет 21 тысяч тонн. Из них на сентябрь месяц нам необходимо 13 тысяч тонн. И соответственно на октябрь месяц 8 тысяч тонн. На сегодняшний день имеется выделенный объем 3 тысяч тонн. Кроме того, был выделен дополнительный объем с Чемкенского битумного завода в объеме 10 тысяч тонн битума на сентябрь месяц. В следующем году в Казахстане могут начать строительство завода по производству битума. Об этом сообщил министр индустрии инфраструктурного развития Кайрбек Ускенбаев. Предполагается, что производство откроют в Октябрьской области. Кроме того, планируют увеличить и импорт продукта. Глава ведомства озвучил статистику, согласно которой на внутреннем рынке не хватает примерно 300 тысяч тонн битума. Казахстан производит около миллиона тонн в год, но этого недостаточно. Отсюда и невысокое качество дорог, пояснил спикер. Между тем, глава государства поставил задачу повысить качество магистрали до 95% к 2025 году. Сейчас практически во всех регионах наблюдается нехватка битума. Совместно с Министерством энергетики решаем этот вопрос. Глава правительства ведет переговоры с Российской Федерацией по вопросу импорта 100 тысяч тонн продукта. Планируем привезти дополнительно 10 тысяч тонн из Беларуси. На казахстанском заводе в Шемкенте имеется около 45 тысяч тонн. В прямом эфире вы смотрите новости Хабар-24. Сейчас о ситуации в Восточно-Казахстанской области. Крупный пожар в Глубоковском районе, близ села Тарханка, ликвидирован. В каменном карьере локализован. Работы теперь ведутся в ущелье гор. Непростой рельеф осложняет устранение дымных точек, но спасателям удалось снять угрозу распространения огня на населенные пункты. Тем временем все еще продолжается борьба с пламенем в районах Алтай, Катон-Карагай и Курчум. В последнем площадь пожара достигла уже 1300 гектаров, в Катон горит 1200. На местах работают около 300 человек. Дополнительно в Катон-Карагай сегодня прибывает авиация, Министерство обороны страны и 50 человек личного состава воинской части из Семея. Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в ДЧС. Казахстан вошел в десятку стран с высокой смертностью населения из-за неправильного питания. По мнению зарубежных врачей, казахстанцы часто переедают и потребляют слишком много соли. Каким образом пища влияет на продолжительность жизни и как бороться с перееданием? Гульдана Кален продолжит тему. Газировка, фастфуд, скутный однотипный рацион питания. Пища с различными усилителями вкуса и аромата. Список предпочтений, так сказать, современных гурманов можно еще продолжать. Результат. Казахстан сегодня расположился на девятом месте в рейтинге стран с неправильным питанием. Вредная еда несет для здоровья тяжелые последствия, как правило, необратимые. 306 смертей на 100 тысяч человек. Такие данные привели немецкие ученые. А по мнению врачей, казахстанцы много употребляют соль и сахар. Если мы приготовим рис и при этом не посолим его, человек сможет съесть только, например, небольшое количество. И при этом съесть это количество, небольшую чашечку риса, он наестся. Но если мы туда добавим соли, человеку этого будет мало. Тогда он попросит еще порции или еще добавки. Так как организм, соль, она усиливает вкусовые рецепторы. И аппетит у человека возрастает. В Казахстане от избыточной массы тела страдают почти 50% мужчин. Женщин чуть больше. Жительница города Уральска Альбина Халилова с лишними килограммами столкнулась 18 лет. А в 32 года ее вес составил почти 130 килограммов. Ожирение вызвало целый букет заболеваний. Когда моему ребенку стало три месяца, я просто не смогла остаться с кровати. В пятках шпоры не давали мне ходить, колени болели. У меня были бесконечные мигрени, гастрит, бронхиальная астма. Посидев, подумал, что я дальше так не смогу жить. У меня старшей дочери было уже 7 лет, младшей дочери 3 месяца. У меня есть супруг, у меня есть домашние обязанности. Но я ни с чем не справляюсь из-за лишнего веса. Я начала искать варианты. В итоге Альбина поменяла пищевые привычки. Так, в течение полутора лет женщина сбросила 55 килограммов. Убрала сахар в первую очередь. Убрала хлебобулочные изделия, колбасные изделия. Я разнообразила свой рацион сухофруктами, фруктами, ягодами, орехи, семечки. Далее крупы из твердых сортов пшеницы. Питаться сбалансировано недостаточно. Немаловажно избегать стресса, считают иммунологи. Так как люди часто заедают свои тревоги и переживания. А еще необходимо нормализовать сон. При недосыпании даже подсчитано в количественном выражении, сколько калорий несет с собой недосыпание. Оказывается, один час недосыпа – это примерно 280. А два часа недосыпа – это уже 600 калорий. То есть получается даже больше. Чем больше не досыпаешь, тем больше будешь кушать потом в течение дня. Переедать стали и казахстанские дети. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в стране каждый пятый ребенок имеет избыточный вес. Эксперты ВОЗ предлагают повысить налоги на вредные продукты питания и ограничить их рекламу. Да вот только, как говорится, запретный плод сладок. Поможет ли это решить проблемы – вопрос открытый. Мальдана Кален, Хабар, 24. Перейдем к новостям в мире. Военные действия в Украине привели к большому дисбалансу на рынке труда. Уровень безработицы достиг уже почти 40%. Такого показателя в стране не было 20 лет. Причина – вооруженные действия, внутренняя и внешняя миграция, а также спад экономики. Подробнее в материале Сандугаш Байгуаныш. Сотни тысяч украинцев столкнулись с проблемой безработицы. Особенно сложная ситуация наблюдается в регионах, где идут военные действия. По официальным данным, на одно рабочее место в Херсонской области претендуют 152 человека, а в Николаевской – 39. Для сравнения, в 2021 году за одно место боролись в среднем 4 человека. По неофициальным данным, говорят специалисты, цифры могут быть куда больше. В Киеве сейчас очень большая проблема с работой. Даже в Киеве ситуация на рынке труда стала большой проблемой. Как работодатель могу сказать, что сейчас количество претендентов на одну вакансию резко увеличилось. На одно свободное место приходится 5-6 человек. Сейчас люди готовы работать даже не за небольшую зарплату. Растет в стране и внутренняя миграция. Большой приток населения регистрируют в столице. И это несмотря на то, что Киев также в числе городов с растущим уровнем безработицы. Люди прибывают в основном из регионов, где идут военные действия. Одна из них – Наталья Рабчевская. Она переехала месяц назад в надежде найти работу. Я уважаю, что у нас в Краине есть такая проблема. Массовая безработица усилила конкуренцию. Сейчас не время выбирать работу по расположению и зарплате. Приходится браться за то, что есть, пока наши мужчины на фронте. Например, мои родители открыли в деревне небольшой бизнес. Так они обеспечивают местных людей работой и платят небольшую зарплату. Правительство страны ввело новую упрощенную налоговую реформу для поддержки бизнеса. В частности, украинским предприятиям разрешили платить 2% НДС вместо 20%. Для малого же бизнеса установили добровольную уплату единого налога. Экстренные меры по борьбе с растущими ценами на энергию предложила Еврокомиссия. Среди решений, которые рассмотрят 9 сентября, введение потолка цен на российский газ и усиление экономии энергоресурсов. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн, крупные энергокомпании отныне должны помогать населению оплачивать счета за электричество. Предлагается также ввести ограничения на доходы компании по выработке энергии на ветряных, солнечных и атомных станциях. Еще одна мера преодоления энергокризиса – экономия ресурсов. Ожидается, что в странах Союза установят пределы на потребление газа и электричества в часы пик. Мы стремимся снизить затраты на газы, поэтому предложим ценовой лимит на российский газ. Мы предложим сокращение потребления электроэнергии в час пик и будем в этом тесно сотрудничать со странами ЕС. Настало время потребителям воспользоваться низкими затратами на низкоуглеродные возобновляемые источники энергии. Мы предложим странам ЕС перенаправить эту неожиданную прибыль так, чтобы поддержать уязвимые домохозяйства и компании. Нефтегазовые компании получили огромную прибыль, и поэтому мы предложим им также внести солидарный вклад. Боевики запрещенной в Казахстане организации «Аль-Каэда» совершили атаку на провинцию Абьяна в Йемене. В результате погибли почти 20 военнослужащих, сообщает Рейтер. Террористы устроили засаду контрольно-пропускного пункта в районе Ахвар. Это самое смертоносное нападение за несколько месяцев. Напомню, на фоне внутреннего конфликта в стране там расположился один из так называемых филиалов террористической организации «Аль-Каэда» на Аравийском полуострове. По словам экспертов, это также несет угрозу для региона. В городе Алепа на севере Сирии обрушилось пятиэтажное здание. Жертвами стали 11 человек, включая троих детей. Еще несколько получили травмы. Под обломками могут оставаться люди. Ведутся поисково-спасательные работы. По данным полиции, постройка была незаконной. В связи с этим эвакуированы жители из расположенных вблизи домов. К слову, Алепа был крупнейшим торговым городом Сирии с начала гражданской войны. Но за 11 лет конфликта он полностью разрушен. В Канаде задержали подозреваемого в массовом убийстве Майлза Сандерсона. Он был в розыске трое суток. Отмечу, на счету Сандерсона уже имеются многочисленные судимости. Он неоднократно привлекался к ответственности за преступления против личности и собственности. Ранее подозреваемый отбывал четырехлетний срок, однако его досрочно освободили. Напомню, Майлз и Дэмиан Сандерса устроили резиню в резервации индейцев. По меньшей мере, 10 человек погибли, еще 18 получили ножевые ранения. Инцидент произошел в центральной канадской провинции Соскочеван. Лесные пожары в центральной и северной части Боливии угрожают местным заповедникам из-за ветра, скорость которого больше 90 км в час. Пламя усиливается. В регионе ввели оранжевый уровень погодной опасности. С огнем борются десятки пожарных. Им помогают военные и волонтеры. На данный момент уничтожено свыше 4,5 тысячи гектаров леса. Сообщаем населению, что на сегодняшний день в департаменте Санта-Круз зарегистрировано 16 точек возгорания. 11 муниципалитетов пострадали от лесных пожаров. Два лесных пожара бушуют в Южной Калифорнии. Пламя распространилось на площади более чем в 2 тысячи гектаров. Рядом с городом Хэммета по меньшей мере два человека погибли, есть пострадавшие. Из зоны бедствия эвакуируют людей. Леса горят и возле курортного города Биг Бэйр Лейк. Площадь пожара там почти 2,5 тысячи гектаров. Изменение климата может сделать экстремальные засухи обычным явлением. К такому выводу пришли эксперты ООН, изучая многолетние данные. Было обнаружено, что периоды засухи в определенных регионах, которые раньше случались только раз в 10 лет, теперь происходят в среднем почти в два раза чаще. По данным специалистов, если земля потеплеет еще на 2 градуса по Цельсию, это повлечет за собой необратимые процессы. Между тем, по прогнозам ученых, уже к концу столетия температура на нашей планете повысится на 2,7 градуса. Больницы на юге Пакистана переполнены. Уровень воды в большинстве провинций падает, оставляя на своем месте грязь. Многим жителям, кроме продуктов и предметов первой необходимости, не хватает питьевой воды. За последние сутки врачи провинции Синт приняли свыше 70 тысяч пациентов. В основном люди жалуются на боли в животе и кишечные расстройства. По словам медиков, это происходит из-за грязной воды. В некоторых регионах наблюдаются всплески заболеваемости малярии. Новые методы лечения рака нашли ученые Юго-Западного университета Калифорнии. Он заключается в омолаживании иммунных клеток. Выводы описаны в журнале Nature Communications. Для этого они вводили лактат – продукт, вырабатываемый клетками при физической нагрузке мышам с онкообразованиями в толстой кишке или меланомой. А контрольная группа получала глюкозу. Результаты показали уменьшение рака. У подопытных даже улучшился иммунитет. Продолжаем выпуск. Мемориал имени Ахмеда Байтурсынова открыли в Костанайской области. Его построили в честь 150-летия политического деятеля. Архитектурное сооружение установили в строящемся туристическом центре в Мангельдинском районе. В целом там будет 12 объектов особого значения. Отмечу, это первое здание, которое посвятили учителю нации. Изначально я хотел посвятить это сооружение Ахмеду Байтурсынову. При строительстве у меня также возникла идея установить мемориалы и другим известным людям в Тургайском районе. Захотелось, чтобы все памятники находились рядом. Каждый, кто захочет почтить память наших предков, смогут прийти сюда. В столице Германии представили последние инновации в сфере бытовой техники и электроники. Старейшая европейская выставка, которая проводится с 1924 года в Берлине, вновь собрала производителей со всех уголков мира. Что представили участники, расскажет наш СОПКОР Шолпан Эйманбаева. Современные гаджеты делают нашу жизнь интереснее и мобильнее. К примеру, эти очки виртуальной реальности позволяют побывать в экзотических странах, оценить новинки на модном показе Парижа или даже посетить лекции известных профессоров ведущих университетов мира. И все это не выходя из дома. После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в Берлине снова презентовали последние новинки из мира техники и электроники. Духовка с камерой внутри, супер тонкие телевизоры и роботы-помощники. Мировые производители в этом году отдали предпочтение концепции умного дома. Но главным трендом стало энергосбережение. Тема возобновляемой энергии и энергосбережения – одна из самых важных на этой выставке. Множество продуктов уже перешли на новые технологии, и вот эти вот новинки запустят в массовое производство. Мы этого очень ждем. Также мне понравился павильон с видеоиграми. Это уже не 3D, а 4. Мы впервые на выставке. Мы опробовали пояс, который передает звук через вибрацию в тело. Было ощущение, как будто мы внутри этого фильма. Это было захватывающе. Мне кажется, такой пояс отлично подошел бы слабослышащим, чтобы они могли наслаждаться кинокартинами, как и мы. В этом году в берлинской выставке приняли участие 1100 экспонентов со всего мира. Помимо продукции известных фирм, были представлены и стартап-проекты, призванные сделать повседневный быт комфортнее. К примеру, французская фирма предлагает выращивать овощи прямо на кухне. А этот мини-электромобиль из Израиля позволяет не только объехать пробки, но и экономит место на парковке. Были на выставке и китайские роботы, способные заменить домашних животных. Это робот-код, оснащенный искусственным интеллектом. Он может распознавать речь. Он может сам обучаться и иметь свою индивидуальность. Также он реагирует, когда его гладят. В него встроена камера, сенсоры и микрофон. И благодаря этому он может узнавать своего хозяина по голосу. Каждого кота можно запрограммировать под себя. Он подойдет людям в возрасте или тем, кто очень хочет завести домашних животных, но имеет аллергию. Более 160 тысяч человек посетили выставку техники и электроники. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы. Тем не менее, организаторы рады тому, что пандемия позволила презентовать гостям последние мировые новинки. Шелпан Айманбаева, Милослав Лавиновский, Хабар, 24, Германия. Во Франции к аукциону готовят скелет древнего игуанодона. За необычный лот организаторы планируют выручить до полумиллиона долларов. Этот растительноядный динозавр обитал на территории Европы в меловом периоде более 150 миллионов лет назад. В отличие от своих крупных сородичей, был не более метров в высоту, длина туловища не превышала трех метров. Окаменелости обнаружили во время дорожных работ в 2019 году в штате Колорадо. Скелет прекрасно сохранился до наших дней. Над его созданием трудилась группа итальянских палеонтологов. Торги пройдут 20 октября. Скелет завершен более чем на 70%. И что особенно редко встречается в этом типе лотов, так это то, что его конечности полностью целы. Обычно у крупных динозавров передние и задние ноги отсутствуют, потому что они являются наиболее хрупкими частями туловища. И на этом пока все. Я желаю вам хорошего дня. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи.